Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Никто, нет Никто, ничего А на праздничество Никогда таких выборов не было Даже 2013 году здесь ни разу такого не было Люди в очереди стояли Сколько процентовходи? В очереди Я был над testimony в очереди 직접 보고 Я был в направлении вök Люди натарской национальности, днем не шли, они потемнело и пошли, чтобы кто-то не заметил, короткими перебежками, они сами желают, но миджернист их, наверное, куда-то не пускают, кто его знает, не будем тут про них разговаривать, я не знаю. Ну да, разъединять не будем, мы только будем как соединять. Ну они тоже имеют желание. Слушай, у столкновения национальных делах не было, правильно? Да. Абсолютно нет, все мирно, все спокойно. Слушай, вот безработица, работа в городе, как у вас, все нормально? Пуговато. Вот это очень плохо, предприятия не работают, консервный завод разбомблен, машиностроительный завод, который занимался производительностью сельхозтехники, давно не функционирует, работать людям просто негде. За 23 года разбомбили путь, люди просто сейчас на выживании. Слушай, вокруг города такие поля шагарные, черноземные, агрофирмы какие-то работают? Ничего не работает. Только все были украинские фирмы, которые сеяли и вывозили отсюда. Больше никто ничего не работает. То есть фирма украинская приезжает, сеет, урожай забирает? Сеет, убирают все налоги, подоходные налоги, которые должны были платить в местные бюджеты. Они зарегистрированы там, все уходило туда, у нас еще не оставалось. Сидели в кусты. Ну, в данный момент канал перекрывает. Канал перекрыли. Канал какой? Северокремский, который построил артерия воды. С какого? С апреля, с мая? С какого числа? В каком месяце? В апреле уже должен быть полный. В апреле он всегда наполнялся? Да, да. А сейчас воду перекрыли и вода нититит. Все, ну, залили качать. Без этой воды сможете продержаться? Ну, родники источник. Ну, питьевая-то есть. По этому поводу, может, вам председатель. Очень много артезианской воды здесь, Жанку, я здравствуй. Артезианская вода у вас, как с... Не отравлено, химикаты, удобрения, там, что-то еще. Вот здесь в Изумрудном, чистейшая вода, мы сами ездим, она набираем. Накипи вообще, в чайнике нет никакой. А где-то кинус? Ну, родниковая вода, вот еще. А глубина воды до артезианского? Да, вот витроэнергетик, глубина залегания. Артезианская вода уровень? Ну, самая излив. Самая излив. А у вас уровень, слушай, над морем сколько метров? Метр-полтора. То есть, нет, над морем. Метров 17. 17 метров, и вода изливается? То есть, это у нас каких-то горизонтов? Да, это, когда она изливается в тех местах, например, где... Где не зима. Есть подводное озеро, есть подводные реки. Ну, глубина скважины доходит, вот, вы, бурят под питьевую воду, например, для населения, 90 метров ее бурели. Ну, это уже там мы проходим скалы. Вы еще справитесь. Да. Тут под Джанкоем находится большое подводное озеро. У нас здесь еще в Джанкоем четыре речки течет. То есть, поливная вода есть. Если их насосами перенаправить в канал, то проблем не будет. С поливом вода решится. В общем, люди есть. Вода есть, земля есть. Желание есть. Желание есть. Мотивация есть. А ты же рассказал про людей, которые хотят все это засеять. Есть люди, неоценитивные в Симфероболе, которые имеют средства, которые имеют осевные, имеют морозильные камеры, которые могут накормить не только Крым, но еще Россию могут накормить. Здесь у нас только земель пустую. Вот здесь вот, ты же говорил, Замагарач, там везде эти артезианские скважины. Тут засеять можно так, все, это капитально. Ну, в общем, готовность работать и восстанавливать сельское хозяйство для восстановления производства. Конечно, но мы в основном горожане же, нам это, агропромышленный здесь сектор возродить, эти разрушенные заводы, которые раздерибанили все, и село поднять, и все. У нас консервный завод выпускал кабачковую кру, у меня отец был на Камчатке, даже на Камчатке ее продавали, кабачковую кру. Вот такой мощнейшая была структура у нас. Сколько у нас здесь это сел и миллионеры были, пока это все не разграбили. Мы полностью можем, практически пол России будем обеспечить по овощам, по фруктам. У нас это все копеечки. По зерновым какая уроженность была? Сколько? 35 центов. 35 центов? Сверху. Сильно? Ну, если дойти до другой технологии, есть там нанотехнологии уже новые. Обрабатывая нанотехнологией, ну, если внедрять новые средства, нанотехнология, она, например, идет, жара, засуха, обработавший посев, с фуражного зерна мы выходим на второй, третий класс. До первого класса она выходит. Когда нанотехнология, например, лист, он дышит, он испаряет влагу. Если при обработке нанотехнологией закрываются поры, листь держит, есть урожай держит в себе эту влагу. Потом он открывается, он живет, он не выпускает лишнее. Ну, я понял. Плюс можно теплиц только здесь настроить. Постоянные овощи, круглые. Вот у нас климат такой более-менее умеренный. Солнышко всегда есть. Если поставить теплицы, как в Турции, например, не надо будет у них ничего погубать. Помидоры травяные. Помидоры заводится из Турции? Зачем? Не понял. Ну, сейчас, в основном, степлиц. Степлиц из Инферополя. Но в Турции тоже заводится. Все здесь. В Турции все свое убитое. Оно просто никакое. Покупали у нас недавно, вы же знаете, китайскую гречку. Ну, вообще дебилизм. И из Египта картошку привозили, и клубнику с Китая, чеснок с Китая. Но это вообще все никакое. А говорят, что Китай арендовал или купил здесь на 50 лет в Крыму какую-то территорию, нет? Нет. На Украине при Инноковиче заключалось этот договор. А, уже аннулировали, да? Можно были выдавать, но после выдавать. Бег с Инноковичем все это. То есть Китай обломался? И здесь, в Крыму тоже этот проект закрылся. То есть строительство порта тоже закрылся. Порта где? В Дону Славом рядом. В Саке ее подойдет. В Саке. Там они тоже выгрузной порт хотели оптовые делать. Наподобие Деска. Чтобы свои товары здесь непосредственно. С кратчайшим пруделом. Но тогда бы у России все это обломилось. Ну что, тогда пару слов. Готовы мне, чтобы инвесторы спокойно шли. С молодежи. Молодежный канал на Ютубе. Не центральные телевидения, не официальные СМИ. То есть чисто для молодежи. Школьники-студенты, молодежный канал. А что именно сказать? Чтобы инвесторы не боялись идти в Крым, спокойно вкладывали в производство и в людей. Бояться им уже вообще нечего здесь, в Крыму. Все. Но для молодежи, наша задача, чтобы молодежь не ходила просто так по улицам, по глуши не била. Их надо трудоустроить. Пожалуйста, отряды самообороны создавались у нас. В армию забирайте. В Российской Федерации, чтобы они служили. Не забирайте, призывайте. Призывайте. Пусть служат, как контрактники там. Пусть получают зарплату. Пусть работают у нас предприятия. Пусть поднимается сельское хозяйство. Чтобы люди жили мирно, дружно, счастливо. Все. Больше нам ничего не надо. Пусть поднимается. Добро. Добро. Спасибо. Вам спасибо, что приехали. У нас как-то здесь с Крыма депортировали казака. Храмова. Куда? А за что? А здесь ребенка. Андрюш, аккуратно. Ритуальное убийство было в 2010 году. Ваххабит зарезал ребенка. После этого случая выслали казака, который выступал против. Головное дело на него по разжиганию международной армии. После него выслали с Украины также Мешкова, бывшего президента Крыма. Также депортировали его. Ну сейчас кто-то вернется. Храмов уже вернулся. Храмов уже вернулся. Мешков у вас вернулся. А у вас, кстати, в Жанко есть какое-то казачество? Лечейка казакиньего. Есть, да? Дмитрий, они сейчас забыли. На 9 мая-то они будут на параде, наверное, да? Что-то я их понесла. Можно напомнить. Можно напомнить. Все, добро. Ну что, все, ребят, спасибо. Давайте до скорого. Спасибо, Вару. Не вам удачи. А мы будем по-любому ездить. Где мы можем увидеть информацию... Значит, на Ютубе через три недели. На Ютубе через три недели. Так, значит, поисковая фраза. Крым... Ярослав II. Родина, Крым, давай, так напишем. Крым, Родина. Воссоединение. Ну, ключевые слова. Крым, Родина, Воссоединение. Три слова. И там должно быть. Добро? И там будут все города. Севастополь, Яков, Перчин. Начинает по Рома и прямо вот по Крыму. Добро? Ну, все, ребята. Всего доброго. Давай, спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Счастливо.